Добрый вечер. Продолжаем наши встречи с приятной книгой и не случайной историей. Сегодня мы прочитаем принцессу в бумажном биске. Итак, Эльза была принцессой. Она жила в замке, носила богатое платье и, как положено, принцессе была обручена с принцем. Его звали Рональд. Одажды в тех краях объявился дракон. Дракон раскусил пополам замок Эльзы, спалил своим пламенем ее богатое платье и похитил принца Рональда. Эльза сразу же решила освободить своего суженого. Она стала искать, что бы надеть вместо сожженных платьев. Но ей удалось найти только большой бумажный мешок. Тогда она тянула на себя этот мешок и тут же бросилась след за драконом. Найти следы дракона совсем несложно, ведь он сжигает все на своем пути. По выжженной тропе Эльза добралась до темной-темной пещеры и изо всех сил стукнула в дверь. Бам! Дракон приоткрыл дверь, просунул нос в щели и присвистнул. О, гляди-ка! Принцесса! Обожаю есть принцессу, но я уже завтракал целым замком. Приходил уже завтра и захлопнул дверь перед самым носом Эльзы. Тогда она снова стукнула, что было сил. Бам! Дракон снова ей открыл и повторил. Пойми! Я обожаю есть принцессу, но я съел с утра целый замок. Говорю же тебе, завтра приходи. Подождите минуточку, сказала Эльза. Мне говорили, что вы самый огнеопасный дракон в мире. Это правда? Да! Согласился дракон. Он глубоко вдохнул и выдохнул пламя, которое разом сожгло дотла двадцать лесов. Двадцать лесов! Вот это да! Захлопало в глазу Эльза. Дракон вдохнул еще глубже и выдохнул. Такое огромное пламя! Что у нас от глазу дотла сто лесов! Ну и ну! Продолжала восхищаться Эльза. Тогда дракон снова вдохнул поглубже, но на этот раз ничего не выдохнул. Ни малюсенькой искорки, ни огонька. Словом, совсем ничего. Во! Даже яйца не сваришь. Даже яйца не сваришь, говоришь. Эльза сделала вид, что ничего не заметила. Скажите мне, уважаемый дракон, продолжала она, мне рассказывали, что с вашими огромными крыльями вы можете облететь вокруг Земли всего на десять секунд. Это правда? Да! Скромно ответил дракон. Он расправил крылья, поднялся в небо и облетел Землю ровно за десять секунд. Вот чудеса! Не унималась Эльза. А можно еще раз посмотреть? Дракон снова раскрыл крылья, взлетел, сделал оборот вокруг Земли. На этот раз, конечно, секунд за двадцать. И к тому же вернулся настолько обессиленный, что не смог вымолвить ни слова. Он лег на Землю и сразу заснул. Эльза тихонько позвала. Эй, дракон! Дракон не шевелился. Тогда Эльза подняла ему одно ухо и закричала в него изо всех сил. Эй, дракон! Дракон даже не шелохнулся. Тогда Эльза перелезла через дракона и открыла дверь пещеры. В глубине сидел принц Рональд. Он посмотрел на свою спасительницу, поморщился и сказал, ну и вид у вас, Эльза. От вас пахнет гарью, вы не причёсаны, и на вас надет какой-то ужасный бумажный мешок. Будьте так любезны. Возвращайтесь, и когда будете выглядеть как принцесса, дорогой мой Рональд, от вас пахнет лавандой, волосы у вас идеально причесаны, а платье великолепно. Вы выглядите как настоящий принц. Но на самом деле вы просто ничтожество! И я никогда не выйду за вас замуж. Эльза, само собой, не вышла замуж за Рональда. И скажу я вам, ни разу об этом не пожалела! Субтитры создавал DimaTorzok